Мы на все лады поизучали, как система атакуется. Ищу сейчас в сторону, отойдем от хатинга непосредственно системы. А как можно отойти? Можно отойти вверх и можно отойти вниз. Вверх, по уровню архитектуры Windows, я уже отходил. Когда я вам показывал, я вам сразу здесь говорил. Вот здесь, вот здесь, вот здесь нужны права. Вот здесь обычный юзер не пройдет. Надо социально проинженерить администратора, чтобы он чуть-чуть помог. Либо использовать какой-нибудь exploit, чтобы он мог повысить привилегии. Либо как-нибудь исхитриться в автозагрузку, как-то слабость конфигурации, что-то там пытаться. Вот Трояны, Багдоры, Вирусы, Черви, это чуть-чуть вверх от системы. Система не виновата. Сам Трояна пришел, поселился, не бывает. Червь приполз, здравствуйте, я Кайда, такого не бывает. Он должен либо ошибку конфигурации использовать, либо exploit, либо его должны запустить. Будем об этом сейчас говорить, о Троянах, Багдорах, Вирусах. Червь тоже относится к хакингу системы, не к хакингу приложений, скорее. А можно отойти вниз, вниз по архитектуре, когда вроде бы хакинг-система, но система, как операционная система, тоже не виновата. Я имею в виду процесс загрузки. Все же знаем, да, как грузится система. Биос грузится, там прошивочка своя. Потом из МБРа код берется, потом загрузочный сектор, потом где там у нас NTUS Kernel, загрузчик, может быть, там скажет, что вы желаете загрузить, Linux или Windows. Загрузчик бывает Windows, Linux. Нет, не будет у вас выбора, сразу Windows или сразу Linux грузим. О, ну и грузится. И как оно грузится? Грузится ядро, драйвера. Вот тут хорошо бы RoadKit запуститься, или даже гипервизору запуститься. Но вот еще до этого у нас же есть загрузочная запись, загрузочный сектор, МБР есть, биос есть. А если мы сможем туда что-то записать? А что мы сможем туда записать? Нам много не надо чего писать. Мы можем сказать, вот, go to туда, сделай вот такой-такой код, потом обратно вернись и продолжай свою загрузку. А какой кода мы скажем, выполни в момент загрузки, пока еще система не стартовала, ни один драйвер не запустился, он выполнится. Этот код никто не поймает. Такая простая очевидная идея, вот как только вы изучаете процесс загрузки, вы сразу на МБР смотрите и говорите, а что такое МБР? Это код. Зачем он нужен? Чтобы найти, куда перейти, на какой раздел. И все? И все. А загрузочный сектор, чтобы он знал, где загрузчик. А, ну. А туда же еще что-то можно вписать. Да, можно. Так вот, то, что, когда вы говорили, говорите, я сейчас туда что-то впишу, это вот есть идея хакинга. Дело осталось за малым. Технически сообразить, как туда что писать. Сложность только в том, что там маленький размерчик. Ну, помните, да, 512 байт, что там в секторе? Ну, пусть даже новый диск 4 килобайта, пусть будет там сектор, не важно, все равно чуть-чуть. И выполняется там машинный код. На ассемблере все умеем программировать, да, поэтому нам что ассемблер, что машинный код. Мы сейчас чуть-чуть их посмотрим, где там какие переходы. Поставим где нужно джамп. Выполним переход. Выполним код. Вернем потом все обратно, пусть работают. А в этом коде у нас уже будет сидеть рутки, там все. Так, сделали, работа сделана уже. Вот там, где руткид, фу. ibootroot. Можете посмотреть, там какие-то файлы. Даже вот PowerPoint-презентация на конференции. Докладчик выступает. Все ночь не спал, разбирался. Вот, смотрите, на ассемблере код такой, на ассемблере такой. Вот оно вот так, вот так. Действительно, туда можно приписать. Действительно, оно выполняется. Ну, конечно, выполняется. Куда же надеяться? Она работает только так, как изучали, когда учили основы загрузки системы. Больше никак. Ну, хакинг. Прописал в этот сектор коды, какой ему надо. Совсем несложным. Ну, я раз несложно, заодно вам еще и скомпилировал. И сделал POC. Proof of Concepts. Доказательство концепции. Вот он сектор. Вы не надо, не убивайте свой жесткий диск. Вы, конечно, можете убить свою там загрузочную запись. Но зачем? Вот вам floppy диск, вот вам изошник. Там все уже пропатчено. Что вот он с этого изошника стартует. А потом куда? А потом все как надо. Все на жесткий диск, все на диск C отдает. Продолжайте грузиться. Но в этот момент он кое-что делает. Вот этот изошничек. Что он делает? Какие на нем файлы? Мы его сюда включаем. Вот этот изошничек. Да ничего там нет, он пустой. Как пустой? Ну да, файлов нет. Он нам вообще не нужен. Там сектор, самый первый пропатченный. На вот этом вот, на ассемблере написал программку. И сюда в этот изошничек записал. Могу вам записать сюда, на диск C. Но тогда потом, если что, вам пришлось бы диск C, этот MBR, заново все форматировать, фиксить. А так, для доказательства концепции, милое дело. Вот вам дискетка, которая это делает. Вот вам все DIM. Хотя, если можно в MBR, можно в Boot Sector, можно в BIOS. И такие трояны есть, они все делают. Он говорит, теперь вот, когда вы с моего изошничка будете загружаться, вы так же вот загрузитесь. Вот я вот Windows XP, я загрузился. И все, как будто так и надо, как будто бы все хорошо. Но загрузка шла как? BIOS, MBR, Boot Sector. Потом на диске C Windows, NtOS Kernel. Через загрузчик все пошло. Это когда он грузился самый первый раз. Ну, MBR, с этого изошника. Он потом уже подгрузил систему. А этот изошник чуть-чуть мне здесь пропатчил драйвер. Какой драйвер? TCP IP драйвер? Бери выше. Драйвер Ethernet Adapter Indies он тебе пропатчил. Вот то, что Артем патчить хотел. До обеда. И пропатчил. И говорит, как ты его пропатчил? Теперь можно подключиться и управлять компьютером. Да, почти. Я, как доказательство концепции, пропатчил его так, что вы, если вот этот файл ему отправите, ну, бинарничек, дай посмотрим, что там. Ну, он маленький, вот такой вот, что на сетеричный код. Я сделал так, чтобы там, на этом драйвере, он перезагружался и вылетал. Вот если он такую последовательность словит. Да ладно. Я вот это сейчас пришлю на проводах к компьютеру, и он сразу в аут все упадет. Да, такое у меня доказательство концепции. Ну-ка проверим, как мы вот это ему отправим. Можно NK там отправить. Давайте на мою машину у меня вот установлено здесь. На вашу, на всякую попробуем. Вот сейчас я демонстрацию делаю, а потом хотите, пробуйте, как хотите. Я говорю вот type, и отправь это NK там на этот IP-адрес. NK там же, где Nping, Nmap, все вместе идет. Видите, да, из своей хостовой машины на эту вот XP, которая была загружена с этим изошником, я отправляю вот этот вот содержимое. Ну, так отправляю. Вот видите, тут сетевой адаптер. Что-то там получает. О, синий экран, перезагрузка. Ну, тут не настоящий, Троян. Так поиграться, а не настоящий rootkit. Поиграться. Вот при загрузке здесь синенький смайлик будет у вас. То есть он просто доказать, что оно работает. А существуют реальные rootkиты. Может быть, увидели, здесь мелькнул такой вот смайлик синенький. Они могут сказать, о, нам доказательство концепции не надо. Нам уже практическое применение надо. Нам синий экран перезагружаться не надо. Ты нам другой код выполни. Знаешь какой? Вот тебе ftp, вот туда пойди и перед этим все, что там пароли, все, что собирали, там печатали, собери. И нам пришли, мы разберемся. А загружаться будете не из зошника. Зачем? Мы прямо на диск C в этот MBR что-нибудь там запишем. А то даже раздел на диске под себя создадим, если что. Представляете, да, какая ситуация? Вы ловите такой троян, который так прячется от вирусов. Вы говорите, ладно, я не буду ничего восстанавливать, вот у меня есть акронисом образа сделанный, я его просто восстанавливаю, весь диск C, всю партицию я восстановлю. Да, восстанавливаете, оно в MBR сидит. Как спасаться? Ну, leavecd, fixboot, fixmbr, знаете, команды, да? По счастью, код, который в MBR, не секретный, все знают, какой он должен быть, его можно исправить. Уф, пронесло. А если эта гадость запишется в BIOS, все, перепрошивайте BIOS. Не умеете перепрошивать BIOS? Ну, перепокупайте BIOS, материнская плата. И переустановка системы уже ничего, это уже, где у вас сидит троян руткит, где оно сидит, вообще, в BIOS система не виновата. Хоть Linux туда ставьте, хоть Unix, хоть Windows, заразился-то не файл, заразился диск на своих загрузочных секторах. Такая вот интересная. Вирусы же современные, там, защука от вирусов. А вот UEFI, еще скажите, вот Windows 8, для того и сделали. А для чего же сделали, если не... Ну, посмотрели, сказали, да, это с таким доказательством концепции, надо бороться. И вот давайте придумывать там, что мы будем запрещать, мы на загрузку будем внимательно смотреть. Конечно, Linux сразу в шоке. А как же мы же теперь должны под вашу загрузку подстраиваться. Сложности возникают. Но ради чего? Ради того, чтобы вот от таких троянов спасаться. Ну, и чуть вверх пойдем. когда ладно, пусть троян на уровне приложений, концепции разберем, как они работают. Троян это программное обеспечение, сервер, если реверсная, клиентская часть, которая взаимодействует с компьютером-хакером по специальному протоколу, может, даже RFC есть для такого протокола. И по этому протоколу передаются управляющие команды. Они бывают смешные, мышкой поиграй, сидером поиграй, а бывают такие давай мне файлы, наоборот, вот тебе файлы. Чтобы это все не светилось, скрытые каналы используют трояны. Может быть, тут луннель сделают, может, еще каким-то трафиком притворятся. Зачем? Для удаленного управления компьютером и для того, чтобы оттуда информацию получить. Что они ищут, если в реальности, не в лаборатории, не для исследования, а в основном финансовую информацию, какую-то деньги поворовать с компьютеров, серверов. Какой показатель, что у вас троян не сидером открывается, закрывается? Не, не показатель. Это раньше были игрушечные такие трояны, которые сидером вам открывали, закрывали. Сейчас у него сделает свое темное дело и убежать. Но поскольку троян это сервер или если он реверсный, он клиент, у него всегда будет коммуникация. Вот по порту можно понять, что это троян. А еще же ему нужно автоматически загружаться, значит вам в автозагрузку куда-то пропишется в реестре. А потом ему физически на диске находиться, значит он где-то на диске в виде файлов будет находиться. между прочим я сталкивался на работе с таким программным обеспечением, когда ты включаешь, то есть он обнаруживает винбекап, и ты пытаешься прослушать просто соединения, которые идут у тебя, он просто никакой активности не создает. То есть он видит установленный винбекап, что ты его запустил, и он отключается до активности сам себе. Я смог его проснегирить, этот трафик только на роте, то есть я увидел, этот трафик идет по этому порту, но как только я включаю винбекап, сразу трафик пропадает. С ними реально бороться очень сложно. Бывает, да, это на такой степени тоже. Конечно, если уж Троян попал в систему, вот выполнился, начал выполняться, он скажет, так, отключаю фаерволы вирусы, или в исключении себя добавляю, как-то от всех прячусь, потом еще туннели поднимаю, шифровать начинаю, а потом уже начинает играться с мышкой и всем остальным. Поскольку Троян это сервер, или клиент, который все равно имеет серверную часть, всегда есть порт. Современным Троянам порт не нужен, вы можете заказать любой порт, даже 443. Изначально, когда поднимались только начинались Трояны, у них были известные порты, 31337. Почему такое популярное число? Потому что Троян Бэк Арифис. А Бэк Арифис это такой Троян, который по возможности можно сравнить с Радмином. Но Радмин он платный, за него надо платить, а Бэк Арифис это Троян Underground. Нет, зачем нам Радмин? Бэк Арифис вполне хватит. Сейчас всем поставим Бэк Арифис и будем им пользоваться, управлять нашими клиентами. будем. А современные версии, какие-нибудь Optics Pro пошли, они говорят, значит мы не только Троян, мы еще средства администрирования. Мы еще кого попало к себе не пустим. Мало того, что мы порт откроем, мы еще аутентификацию, все как нормальный сервер, будем себя вести, еще и трафик, будем шифровать. О, сертификаты, да, все сделаем, все как положено. Не вижу тут раз, два, три, четыре, пять. Первый нетбасовый использовал такой порт. Ну, конечно, наизусть учить все порты классических Троянов вы не будете, но хотя бы там самое основное раз, два, три, четыре, пять до тридцать один, тридцать семь может быть знать неплохо. Как Троян запустится и скажет подключайся хозяин, администрируй, я тут вот твой хи-4 гет-админ, который по сети, если посмотрите в Тулсах, там где хи-4 рядышком лежит и сетевой аналог, мол, я такой же сервис, но я не локально буду просить пользователя повысь привилегий, я буду порт открывать и слушать, кто ко мне подключится, вот так вот буду. Вот как все-таки сделать, чтобы администратор это запустил? Запаковать. Сделали Троянчик, а потом его завернули с какими-нибудь шахматами. И когда программа запускается, играются шахматы, но вместе с этим играется и коды Троянов. Здесь какая сложность. Если есть антивирус на компьютере, то это должен быть совсем свежий, новенький, неизвестный, ни по сигнитурам, ни по эвристике коды, его надо писать. Сложненько. Да потом он пожил недельку-другую, тут же все увидели, что есть такой зловредный код, тут же его распарсили, определили, сигнатуру написали, все, Касперский на коне, а за ним остальные подтянулись, у нас тоже сигнатура, все ловится, вы можете наслаждаться этим только месяц. Как бы воодушевить пользователя, чтобы он отключил антивирус? Давайте скажем, что мы какая-нибудь хака-крака, которая кей-ген, которая патчет какой-нибудь софт лицензионный. Хотите играть в игрушку? Хотим, она платная, платная не хотим, но если поставить вот такой патч, то будете играть бесплатно. О, так хотим. Антивирус говорит, что это вредоносное программное обеспечение. Конечно, вредоносное, она же платная программа. Тогда нет, тогда она не вредоносная, тогда пускай, такую вредоносную деятельность я допускаю. Отключаю ради этого антивирус, не пускай, не обязательно, это хака-крака, она мне нужна. А это не только хака-крака, которая реально может быть вам что-то там пропатчет, действительно что-то сгенерирует, она при этом и коды выполнит. Ну, если она выполнит коды, то там, конечно, впереди бежит rootkit, который скажет, теперь я буду работать, буду прятаться, потом еще куда-нибудь пропишусь, вы главное меня опустите хоть чуть-чуть, а дальше я уж там разберусь, как прятаться и что дальше делать. Главное, антивирус сразу установи. Ну, вот так он попадается. Есть то, что хотят запустить, плюс довесочек. Ой, это, наверное, очень сложно, объединить две программы в одну. Может быть, и сложно, но не очень, потому что существуют такие программы, которые объединяют все, что угодно вместе. хоть скрипты с exe-файлами объединяют, exe-файлы с exe-файлами объединяют. Вот у вас есть легитимное программное обеспечение, которое выполнит пользователь. Есть райан, он объединился. Антивирус тут уж то ли он будет не знать, что это райан, то ли он сознательно будет отключен. Ну и вот такие вот интерфейсы. Уже все написано Трояна, уже все есть, да у вас на диске они есть, и в командной строке, и графический интерфейс имеют. Вы запустили и открылся канал. Это может быть просто порт новый открылся, а может быть и по-другому, потому что не обязательно Троян тупо открывает порт и говорит ура, я сервер. Он может так не делать. Он может подключаться сам к компьютеру хакера. Реверсный Троян может быть. Более того, он может не сам туда бежать, он может не сам бежать на сервер хакера, он может попросить службу сделать это. Например, есть такая служба Beats Background, Intelligent, Transfer, через него обновление грузится. Скандал какой с пункта свитчером, с Яндексом. В гугле напишите пункта свитчер сливает информацию на Яндекс, мы его поймали. Как вы его поймали? А вот он вроде бы переключалка, а потом если за ним проследить, собака такой, через этот биц на Яндекс информацию передает. Яндекс сказал, нет-нет-нет, мы ничего не собираем, это там статистика, это он просто так обновление смотрит, ничего не делаем. Но на всякий случай вы можете зайти в профиль, там дат-файлики увидеть, удалить, тогда да, он не будет ходить. А так по умолчанию ходит, стучится, что-то отправляет, при этом не пункта свитчер, нет, биц это делает. То же самое и Троян может делать, он может как угодно туннель делать, хоть SSL, хоть SSH, хоть через службу какую-то, так, чтобы максимально незаметно присутствовать в системе и постоянно поддерживать доступ. Главное запустите. По e-mail вам его пришлем через чат, через ICQ, вы скачаете с какого-нибудь сайта, через ActiveX к вам приедем, через веб-сервер. Есть масса способов, как развернуть Трояны, социальная инженерия, тут прежде всего. И какие они бывают? Вообще всякие бывают, командные строки ICMP, Троян, HTTP, мы вот сейчас с ними разберемся и даже потрогаем. Самое простое, элементарное, чтобы вы понимали, что такое Троян, это Троян командной строки вот тот же самый неткат. Неткат, который идет в спарке с nmap. Здесь у меня компьютер, вот я сюда поставил nmap, и тут же ncat установился. Он говорит, скажите, что делать. да, вы, конечно, можете зайти в additionalhacktools, там есть nc, классический неткат, пойти куда-то скачать его еще, но зачем? Если nmap, функционал ncat вам предлагает, даже синтаксис такой же, даже еще лучше, чем настоящий ncat. Есть еще крипткат, который шифрует трафик, но тот ncat, который идет вместе с nmap, он SSL умеет, видите, все нормально. Ну, хорошо, а что ты умеешь в плане того, чтобы прослушивать? Вот, ключик L, видите, могу слушать входящие подключения. Какой порт будешь слушать? Любой порт буду слушать, даже давай 443 буду слушать, как будто бы SSL. Да, это, конечно, не SSL, это Tupo, 443 порт, любой, кто будет его сниферить, скажет, никакой это не SSL. Это, не пойми, чего тут открыто SSL-ю притворяется. Ну, чтобы через простые фаерволы проходить, вот так можно. Хорошо, слушай 443 порт, и что? Ну, и все, просто слушаю. А если кто к тебе подключится? Ну, давай, как будто бы ты будешь телнетом. Ну, телнетом неинтересно, я тогда установлю и телнет сервер. Давай, круче поступим. Не телнетом будь, а запусти командную строку вот так вот. Е. И вот, кто тебе на 443 порт неткатом стукнется, для того будет командная строка в контексте администратора. Что, все? Все. Вот можно сейчас посмотреть, как я слушаю 443 порт. Кто это такой слушает? 2908, это слушает. Task list, 2908, 2908, у нас слушает нкат. Ну, мы, конечно, сейчас фу запустим и спрячем его. А чтобы он этот нкат запустил с такими параметрами, мы этот нкат куда-нибудь завернем. Как завернем, чуть попозже покажу. Вот теперь тут у нас тоже есть нкат, он говорит, куда коннектиться? Ну, подключайся вот сюда. ipconfig, 10, 5, 11, 91, давай, нкат, 10, 5, 11, 91, 443 порт. Здравствуйте, чего надо? Хочу посмотреть конфигурацию. Ну, 10, 5, 11, 91, да, слушай, это же не мой ip, это же твой ip. Host name, да, вот, teacher 7, я нахожусь. Так это что, у меня shell туда, да, туда бесплатный shell. А если я сделаю вот так, ну, создал каталог, что, прям здесь создал каталог? Да, вот каталог создался. Ну, и дальше все, хакинг кончилось, началось администрирование, что вы в командной строке, умеете файлы копировать, умеете что-то там переконфигурировать, сервисами можете управлять из командной строки, а давайте скопируем any serve, и как я только что писал батничек, тоже его скопируем, запустим, и пусть он сконфигурирует там какой-нибудь х4 getadmin, который еще порт слушает, потом, если вдруг подключился к нему. Или давайте там еще что-то сделаем. Вот, пожалуйста, главное, запусти мне вот это вот. Ладно. Давайте сделаем вот этот вот более приглядным ncat, чтобы его все-таки запустили. Представляете, что вы иначе должны объяснить жертве, что ты давай, ты вот этот вот ncat, ты его запусти, да еще с такими параметрами. А, конечно, нет. Но вы можете такой троян, который тупо shell открывает, аккуратненько запаковать, как было на слайде. Запаковать вот вместе с этой игрушкой. И сказать, новая версия вышла, вот это вот слабенько играет. Вот я вот с ним начинаю играть, если он, даже королевский гамбит играет не по правилам. Он должен был забрать, я должен был бы конь в три пойти, а он, видите, он сам гамбит со мной играет. В общем, плохие шахматы, плохо играют. Новые, хорошие, сейчас тебе придумаем. И вот программка микроджойнер. она говорит, что надо, давай сюда добавляем. Умеешь? О, умею даже drag and drop. Ну, совсем хорошо. А что еще сюда надо добавить? А еще сюда надо добавить вот этот вот encad. О, encad, там библиотеки нужны всякие. Библиотеки тоже, давай все сюда, прям хоть весь каталог. Если там что-то не установлено, portable версию, мы сейчас его вот туда. Ну, я не буду всей библиотеки тянуть, хотя, пожалуйста, библиотечки сюда тоже можно. Понятно, да? Что вы собрали? В конце концов, вы можете сказать, знаешь, я не хочу возюкаться с параметрами, не хочу, потому что я могу сказать, что вот когда ты будешь паковать, у этого encad будут свойства. Правая кнопка advanced. Вот видите, аргументы командной строки, видите, да? Не, не хочу, еще не так напишу, я тупо сейчас батничек сваяю и скажу, вот у меня тулсы, вот мой батничек, start, бат. Здесь вот такое вот будет. его тоже можно туда записать. Но если я уж батничек сюда записываю, тогда я сразу скажу, значит так, ты мне encad открывай и плюс еще в сервисы, и плюс еще давай мне пользователя попробуй создай, давай администратора меня сразу, RDP мне включи, и фаервол сразу тоже выключи, да? Мы же можем с командной строки там фаервол выключать. Прежде чем открывать порт, пишем нет, share, firewall, set, open, disable. Такой батничек возьмешь, выполнишь, без всяких параметров, давай его тоже сюда. Видите, да, что делаю? Set icon, установить иконку, такую же, как здесь вот. Вот этот gamux, видимость, откуда там запускать, текущая папка, или можно временную файл копировать, добавить в автозагрузку, зарегистрировать атрибуты, какие там у него, redondle, не redondle. вот этот вот, nk.texe, что с ним делать? Тоже, куда положить, временную папку, можно удалить, после того, как все будет сделано. потом, вот с этим делом, только распаковать, пусть там лежит, можно ему там сказать, redondle, чтобы его потом лишний раз сразу не удалили, системным пометить, спрятанным пометить. Ну, а вот с этим вот, сказать, спрячь окно, а то оно мелькнет, оно тебе не нужно. Ну, и вот, где его там запускать, тоже атрибуты. Знаешь, в автозагрузку добавь, пусть каждый раз стартует, а то один раз выполнит, и все, да? Нет, в автозагрузку, пусть каждый раз shell открывается, вот этот батничек пусть будет. А этих не надо. Видите, какие простые рассуждения. вот этот сам инкад. Тоже ему там не надо. А вот этот программку, да, ее надо. Максимизировать можно. Ну, как бы там ни было, можно ее временной, системной, Windows, куда угодно дописать, в автозагрузку, не в автозагрузку. Когда вот так вот вы насладились контентом, после этого вы говорите, create. Он говорит, все, я создал файл joinet. в этом joinet вот это вот все находится. Да, оно, конечно, будет побольше, потому что сюда я всякие дель-ельки запихнул, и все, и все, что нужно, сделал. Зато называю, что это супер чес игрушка. И кто вот этот супер чес запустит, тот, значит, шелы откроют. Проверяем. я этот супер чес куда-нибудь на файловый сервер. Здесь кто-то из любопытных эти супер чес себе скачивает. смотрим, как это выглядит. Значит, нет стат. Даже вот так вот. Такими параметрами, что я слушаю, ничего не слушаю, правильно? Запускаем супер чес. здесь он может чего сказать? Он может сказать, все-таки не хватило мне библиотек, еще чего-то не та версия НКТа. Но шел он мне все-таки открыл. А кто? 14.12 кто у нас открыл шел? Нет кат открыл шел. Поэтому уже я могу гаммокс спокойно закрывать. Уже все. НКТ сидит в процессах. И что делает? Слушает 443 порт. На предмет чего он его слушает? Что администратор который так вот его науськал запустить на этот IP ну teacherxp 10-5-11-74 будет подключаться 10-5-11-74 и скажет ты ко мне подключался? Подключался. Теперь я к тебе подключаюсь. администрирует удаленная вот эта вот машина. Проверяю правда администрирует? Правда администрирует? как реализуется эта идея мы посмотрели на примере Трояна с командной строкой. Апносы? Нет кат открывает shell. Ну а теперь давайте что-нибудь такое красивое с графическим интерфейсом то что у нас лежит на диске. О они всякие и такие и такие биодокс бифрост бис прорат какие угодно. Ну ресторатор я бы не сказал что это defacement Троян но позволяет DL-ку подменить и вот открываете калькулятор у вас что-то изменилось. Ну такой эффект легко достичь. Либо DL-ку пропатчили либо реестр что-то поменяли. D-face может быть не очень. А вот создать то к чему потом можно подключиться и хорошо рулить и не только и с шеллом это вот пожалуйста. При этом можно сделать так что у нас сейчас вся аудитория в эти шахматы будет играть. Если вы все поиграете в эти супер шахматы я скажу у кого-то 443 порт открыт ну-ка я на вас нападу теперь все дружно начинаем атаковать вот этот сервер он плохой и вам говорю в такое это время все дружно пингуем 0d exploit вот туда и вы все побежали вот оно все кто поиграл в шахматы вот вам ботсетка а или могу сказать знаешь что прокси сервер сделаете может быть у кого-то было время посмотреть всякие прокси воркбенче вы прокси легко поднимаете с командной строки пишете утилитку все я теперь прокси подключайся ко мне я дальше от себя буду все провожать а как же аутентификация не 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 все бесплатно ходите через меня я вот такая простенькая прокси я никого не лагирую я никого не обслуживаю я просто провожаю ну тогда совсем хорошо вы в шахматы поиграли поиграли все теперь через ваш компьютер идет сканирование атака во всем вот видите ветпрокси троян креатор ftp vnc таких только нет http http такой http такой вот если предоставляется доступ он называется ратом ремоут access троян туннели могут делать трояна вот acmp клиент acmp сервер давай не нет кат давай icmp сервер давай в чем отличие то же самое командная строка то же самое все а трафик будет передаваться через icmp пакеты а сейчас он как передается да сейчас он передается по собственному протоколу где то я даже шутку россии видел для этого протокола вот если я управляю жертвой ipconfig да вот я напишу посмотрел что там ip-адрес то вот он вроде типа ssl вижу что вот оно передавалось вот такая вот была сессия ну а какой это протокол это же не ssl нет это вот просто передаются сообщения он ничего не шифрует просто понимает что там командная строка просто как интерфейс для передачи команд это можно в телдет завернуть нет кат так умеет это не ssl просто порт 443 а то давай будет конкретно icmp и будет заголовок не телнет не просто так данный TCP а будет сам настоящий icmp запрос icmp ответ и мы это положим в полезную нагрузку icmp пакетов да очень техника даже самая как я показал только вот icmp srv установить все он icmp сервер а как этим управлять icmp send то же самое что nk только туннель давайте какой-нибудь ратик посмотрим и попробуем сделать сами троян которые будет удаленно управлять другим компьютером чтобы это сделать вам нужно либо скомпилировать программу которая будет сервером которая будет клиентом или программа бывает и клиентом и сервером или взять уже готовый троян и им пользоваться но если вы возьмете готовый троян у него же уже должны быть вшиты айпи адреса правильно как к нему подключиться что он будет слушать какой порт а потом если взять готовый классический троян который только появился который умел только открыть порт и ждать подключения то вы ночей не спали вы нашли 0d уязвимость вы протроянили какой-то сервер а потом любое дитё с этим клиентом просканировала увидела раз два три четыре пять порт подключила и наслаждается бесплатно плодами вашего хакинга вы можете сказать нет 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 теперь мой троян пароль мой личный пароль будет просить чтобы какие-нибудь скрипт китис к моему протроянинному серверу не могли подключиться есть такие программы которые это все делают все автоматизируют называются конструкторы троянов и даже совершенно бесплатно вы можете их скачать использовать в учебных целях вот например прорат прорат вот такой вот он 2 мегабайта я его себе запускаю и он говорит я проратик вот ip127001 правильно слушай 127.0.1 порт 51.10 можно нет давай 51.11 ладно можно 51.11 хорошо и на этот ip давай туда connect но если так я сам к себе connect мне нужно найти жертвы вот сейчас я создам такой же super cs2 и вот кто его запустит к тому я connect и буду наслаждаться вот этим функционалом что смогу посмотреть там файловый менеджер сейчас сделать но чтобы он этот сервер запустил куда я потом сюда буду подключаться на вот этот порт я вот выбираю здесь create создать сервер когда я создаю сервер мне этот генератор троянов говорит я сейчас создам трояна то есть его серверную часть создам клиентская часть вот у тебя уже готовая есть подключайся кнопкой connect когда ты обдуришь жертву и она запустит этот сервер будет думать что это шахматы или еще там что-нибудь сейчас мы придумаем что это будет после этого как ты узнаешь что он запустил и туда можно подключаться давай он тебе письмо напишет какой у тебя email он тебе email напишет или давай тебе еще какой-нибудь pro connective notification сделает или давай он тебе на аську постучится и скажет такой-то IP запустил твой прорат подключайся администрируй хочешь он к тебе на сервер придет CGI notification отправит ой у меня нет прорат CGI не переживай все есть все сделаем все тебе дадим ты только у себя на сервере разместишь можно попробовать я вам покажу как это выглядит выглядит вот так вы получаете письмо на свой почтовый адрес вот специально для этих целей всех мейлы зарегистрировал приходит письмо которое говорит студентка с такого-то IP с такого-то порта вот где я 51.11 поставил запустил прорат виктим онлайн жертва в онлайне и так же как с трояном энкатовским тоже в автозагрузке перезагрузился он снова запускает и снова емейл и снова онлайн добро пожаловать подключайся пароль по умолчанию 1 2 3 4 5 6 можно поменять порт вот мой IP подключайся таким образом мы узнаем что жертва его запустила хорошо и какие здесь у тебя настройки вот у меня настройки порт если я 51.11 давайте и здесь 51.11 сделаю он говорит вы понимаете что если вы сейчас 51.11 поставите то вы и здесь должны 51.11 поставить вы говорите нет что-то я плохо соображаю ну тогда ничего не трогайте оставьте как есть он говорит нет я хочу потрогать я хочу пусть лучше у меня не получится чем я буду просто так на все полагаться ну ладно хорошо а как его будут звать виктим нет давай его пусть будут звать ламер ну давай вот так пусть будет теперь когда он запустит что ему сказать ну как я только что показывал в шахматы играть или можно сказать давай как будто бы в шахматы играет как будто бы они не запускаются давай ошибку ему, он скачает шахматы, начнет играть, а ему говорят не играю и все, и не надо ничего делать, он скажет, о, плохие шахматы, не играют и все, но он-то ее запустил фейковое сообщение очень хорошо, давай он запустит сервер и тут же удалюсь ну зачем он расследовать будет антивирусом, потом покажет удались, он уже все выполнил не, не удались, пусть ну конфигурации, все убить антивирус фаервол убить, для xp сервис пак, секьюрити центр, выключить выключить ну в общем, спрятать спрятать, вот такие есть прорат версии 2.0 на конференции тейкдаун в Далласе создатель этого прората выступал, показывал вторую версию, я говорю, у меня вообще супер получилось, вот вам семерка восьмерка там вот только-только вот семерка, самая последняя сервис пак и антивирус самый последний, все смотрите, он мой прорат не ловит и все хорошо, все прекрасно ну и правда, если вы сейчас зайдете прорат 2.0 искать в гугле вы его скачаете, но это будет не настоящий это будет прорат версии 1.9 просто уже кем-то доработанный до 2.0 2.0 говорит, я в открытый доступ не даю, только продаю за большие деньги, вам как участникам конференции большие скидки но я не стал покупать подождем пока дальше видите, он говорит, не желаете ли привязать его к файлу к какому файлу ну вот к этому файлу, да, к шахматам не, не надо привязывать, мы скажем, что как будто бы ошибка ну как хотите расширение экзешничек или что да, экзешничек иконку будем делать? да, будем делать вот хотите, прям сейчас тут же выбирайте вы можете сказать, о, иконку я и без тебя могу сделать возьму отдельной программкой, любую иконку сделаю ну зачем мучиться вот тебе, прям вот тут, любая программка какую хочешь используй ну допустим, я хочу использовать вот такую вот привлекательную иконку ладно, создаем сервер создаем сервер все, он вам создает сервер понятно, да? создал сервер больше он нам не нужен мы берем вот этот вот сервер он говорит, слушай, зачем ты сервер? давай будешь не сервер, а супер упер крэк вот так вот давай ты будешь так называться он говорит, мне все равно как называться мы тебя, конечно же, положим на наш общий ресурс где лежат замечательные супер шахматы да, хорошо пожалуйста а здесь у нас сидит заранее подготовленный человек который очень любит скачивать и запускать самые разные программки он ее скачал он думает, что за супер-пупер крэк такой дай-ка я его запущу ему говорят ошибка инвалид он говорит, ну я так и думал вот тут бомбочка наверное, оно плохое но приходит сообщение как я показывал что вот этот 10 5 11 74 запустил этот прорат я говорю 10 5 11 74 давай-ка я к тебе подключусь он говорит а пароль какой? пароль я не менял поэтому раз, два, три, четыре, пять, шесть ввожу мог бы поставить паспорт хорошо подключился что тебе от него надо? ну мне от него нужно выбирайте что? давайте скриншот посмотрим давайте сделали скриншотик о красненькая как раз та экспи которую только что я со своей семеркой учебной подключился о как хорошо а еще что можно информацию о PC можно посмотреть вот PC инфа информация о системе teacher экспи вот кто нам попался о хорошо давай туда кейлоггер закинем ну давай кейлоггер поехали и что теперь он пишет что-то тут а я что вижу о, я увижу IP-конфиг что написала жертва хорошо давай туда сообщение отправим какое сообщение контрол панель сообщение вот так вот напишем отправим сообщение о пришло сообщение вас похакали как что здесь он начинает там разбираться искать где процессы что тут как где здесь кто тнк то с прошлого раза открываем нет стат где у нас порт 51.11 да вот к нам подключились мы слушаем а то еще рядышком вот порты уже и 12.64 кто у нас 12.64 12.64 12.64 но нет никого на 12.64 а я галочки там ставил прятаться отовсюду помните ооо не надо фу писать сам все за нас сделал где какие файлы ну и все дальше закончилось закончился хакинг началось администрирование вот замечательная возможность есть например можно с ним початиться давай в стиле матриц матрицы откроем откроем чат и вот видите что у него я могу ему писать сообщение пользователь это видит могу по-другому с ним чатиться могу сказать не хочу такой чат хочу вот такой чат открываю чат пишу ему сообщение а такая переписка он закрыть чат не может я могу с ним общаться все к нему подключаюсь и вот так работает прорат но совсем хорошо при этом можно добавить функционала было бы вот сюда какого ну вот такого давай-ка ты возьми ключики свои криптографические слазай в банк переведи там денежек да есть такие трояны которые и это тоже делают ну если можно если уже есть туннель если уже все дальше все только вопрос программирования зевс спай ай которые именно на краже финансов заточен ну есть трояны которые там что-то уничтожают что-то там еще что-то делают много всяких и они у вас на диске рассортированы зайдете в тулсы как я один вам показал троян а вы можете посмотреть сколько угодно разные типы троянов и такие и такие и такие и даже зевс вот и t7p backdoor который был на слайде и прокси сервер которые там делают макафе называется о макафе это хорошо это антивирус такой нет не антивирус это тебе будет http прокси если ты его запустишь как макафе запущу и будет сразу прокси сервер да будет прокси сервер ой как хорошо давай беру какой же это райан это правильно я себе запущу то я должен скачать какой-нибудь там workbench что запустил сразу прокси сервер о как хорошо мне нужно берем пожалуйста тоже можно и так использовать это же сервер вот наш прорат а то еще и стив dark common апокалипс очень много всяких есть все-таки трояны которые имеют принципиальное отличие от всего этого ну то что он там днс подменяет еще что-то делает есть трояны которые не открывают порт а которые сами подключаются к компьютеру хакера они особенные тем что вы не можете от такого трояна спростись за натом если вы за натом и вы открыли порт вашим компьютером могут пользоваться ваши соседи по подъезду все из америки к вам не подключатся вы находитесь за натом но с тех пор как изобрели реверсивные трояны все сразу вылетело сразу вы полностью обезоружены только зашли в интернет только кликнули получили такой реверсный троян и все ваш компьютер сам побежал к хакеру и он уже вами управляет и даже целую бот сеть строит давайте сделаем такой троянчик реверсный у меня здесь прорат но это я должен каждому конкретно подключаться индивидуально управлять каждым это хорошо для изучения теперь допустим я так не хочу я хочу реверсный троян реверсный троян их тоже много всяких разных вот кстати прорат второй он и прямой и реверсный тоже и шифрует и SSL все а вот Beast Bifrost они реверсные и тоже разные версии есть ну и каждый раз выходит новая версия все сообщество шумит о новый Bifrost вышел потом проходит неделя сигнатура добавилась его начинают определять антивирусы ну нам не важно прям 0-day Bifrost какой-нибудь самый актуальный просто посмотреть как он выглядит смотрите есть сервер exe ну как я в предыдущем случае то есть он ничего не программирует ничего не компилирует шаблончик есть вот этот сервер то что будет подключаться к вам оно к вам подключится но вот этот сервер не знает ваш IP-адрес не знает ваш порт не знает ваш пароль а так все готово вот он ваш сервер Bifrost а вот ваш сервер ваш клиент вы согласны что вы только для себя да конечно мы реальности не используем вот сюда будет этот сервер кто запустит к вам подключаться хорошо он он ко мне подключится да на какой порт 81 по умолчанию может я хочу 82 на какой IP он естественно не знает вот чтобы этот сервер подправить без компиляции придумали вот такой бильдер построитель ну есть опции сервера по умолчанию вот билдер где он говорит знаешь что подключись к такому-то IP адресу к моему IP адресу какой у меня IP адрес у меня IP адрес вот такой 10 5 11 91 здесь есть тонкость если я распространю вот этот сервер и 10 тысяч компьютеров поведутся ну скажу какая-нибудь супер хак кряка для самого последнего офиса и игрушки одновременно все тут же позапускают все тут же ко мне подключатся я скажу у меня целая бот-сеть давайте начинаем какую-нибудь атаку еще что-то сделаем при этом вот этот IP конечно у меня будет центром управления всей бот-сети а вдруг я захочу прятаться хочу там разные прокси использовать из одной стороны из одной и другую чтобы не поймали сменяю IP а в сервере будет идите на 10 5 1 91 правильно сразу всю бот-сеть потеряю так рассуждал хакер который это придумывал и говорит знаешь что не надо писать IP пиши DNS а какой DNS а динамический DNS пиши то есть я создаю себе зону в зоне прописываю компьютер хакер в такой-то зоне меняю IP динамически как хочу тоже страшно меня тут же поймают и скажут у тебя домен hacker.ru кто владелец ты владелец ага попался ты бот-сеть держишь ты мафиоз существуют сервисы которые вам совершенно бесплатно могут дать DNS имя и вы управляете этим IP как хотите например DIN DNS или например NOIP выглядит это вот так вы пришли зарегистрировались зарегистрироваться можно как угодно на любой email это уже все через прокси естественно пришли через animizer как хотите и вы говорите знаешь что я хочу добавить хост вот пусть как будто бы всех 3 утилити с ком будет как будто бы 10 5 11 91 давай давай и он говорит через минуту будет готово можно изменить бесплатно 5 хостов можете так иметь давайте все вместе дружно проверим что откроем сейчас командную строку напишем пинг вот этот вот всех 3 утилитис и видите кто пингуется то есть весь мир сейчас будет думать что всех 3 утилитис ком это вот этот ip адрес частный но он может быть и внешним тоже понятная идея когда вы так сделали вы можете здесь писать днс имя имя 3 утилитис точка ком и вот на этот всех 3 утилитис ком вся бот сеть будет подключаться потому что будет разрешать имя в ваш ip адрес а потом вы можете все изменить опция по умолчанию 81 порт my pass можно сказать нет хочу 82 порт не моя твой пас то же самое фарвардиться не фарвардиться удалять там теперь builder теперь вот это удаляем вот это вот вставляем здесь 82 здесь пароль my pass тот же самый который там писали не перепутали установка зачем сервер не надо сервер не надо писать пиши что ты ма кофе о зачем в бифрост мак дональдс пиши ключи зачем тебе фроста называться пиши вот как угодно что угодно можете писать windows куда угодно устанавливаться пока работает теперь быстрее сделаем значит посмотрели вот 82 my pass builder удалили вставили поставили 82 поставили my pass установка сервер ну и скрытость режим осторожно не осторожный удалять не удалять построй вот сюда в сервер да успешно создан вот прямо сейчас ну все теперь вот мой бифрост я встречаю кто ко мне будет подключаться естественно я этот сервер точно так же пакую в супер чес естественно я его не называю бифрост сервер я его называю что-нибудь такое ну я уже второй раз не буду это делать кладу его в открытую ну техника мне уже знакома кто причем не важно там xp 2008 r2 сервер по всякому проверяя он вот этот думает что это шахматы он открывает он там с ними играет у него шахматы у него тут все хорошо а у владельца всплывает сообщение семерка моя здесь его что-то глушит его всплывает сообщение что кто-то подключился и здесь он видит вот teacher xp админ ко мне подключился а если еще кто-то с мейла то я здесь и его увижу и его и его и его вы все включитесь на всех 10 машинах список список а что я могу сделать screen capture правая кнопка keylogger и так далее и так далее диспетчер файлов в общем снова могу всеми ими управлять подключается да он должен подключаться и я вот здесь снова вижу ну давайте я проверю вот у меня есть допустим еще одна машина жалко хостовую тут запись ведется хотя проверял 2008 r2 тоже на этот бифрост ведется ну сейчас мы посмотрим как она вот здесь запускаем понятно что и шахматы все такое вот второе подключение я вижу но здесь что то вот видите тех спернин подключился это не я это кто то еще подключился может быть он обновляется попозже встречи появится четвертый давайте посмотрим вот у всех экспе screen capture но треть это кто то подключился кто там отключился наверно лучше не на семерке его запускать лучше на ком нибудь экспедиции третьем серии уже всякие юаки всякие defender они могут его глушить а как вообще выглядит когда он только выходит вы можете посмотреть видео которое у меня лежит рядом с бифростом ну чтобы кодек не ставить мы вот так посмотрим где-нибудь на ютюбе дальше ну он говорит вот я сдал также трояна видеть он святки на экспе это показывает и вот со всего мира вдруг все повелись на мою псевдо игрушку И вот ко мне они подключаются, подключаются. Ну, выложил куда-то, да, вот какую-нибудь экзешку. Тоже аккуратненько запаковал. Или на сайт положил, чтобы оно выполнялось. Ну, видите, он с разных стран ко мне, вот все, подключаются люди. Я уж, у меня глаза разбегаются. Ну, вот бы теперь все выделить, их всех. По ним правой кнопки, и сказать, а теперь выполните все команду. Какую команду? Ну-ка, пинг на какой-нибудь там такой компьютер. А ну-ка, вам, вот видите, он все выделяет и говорит, ну-ка, я от вас там что-то там посмотрю. Он говорит, ну, скриншоты каждого там. А потом там видеокамера, у кого есть, давайте я на вас посмотрю. А потом там еще, ну, какой функционал есть, такой есть. Ну, понятно, что какой функционал есть, это уже от разработчика этого бифроста. Ну, конечно, если вы хотите сами что-то написать, вы должны быть программистом. Умеете написать бифроста? Ну, конечно, любой функционал вобьете. А если нет, то ждите новой версии, пока он скажет, а теперь я добавляю такой функционал, такой функционал. Но уже то, что есть, видите, как может выглядеть, что у вас сервер, к вашему серверу подключаются различные компьютеры. Вы ими прям одновременно по-всякому можете управлять. И даже если они за натом, их это не спасает. Ну, как определить, как защититься? TCP вьюда, нет стат, курпорт, подозрительные процессы. Ну, а если Трояна запустился и хорошо прячется, может быть, вам придется что-нибудь там посложнее, там, АВЗ какую-нибудь, который скажет, я сейчас себя в одной песочнице буду запускать, чтобы посмотреть реально, что там происходит. Есть инструменты, которые следят за процессами. Ключи регистра тоже можно посмотреть, если они не спрятаны. Ну, вот различные инструменты с этим борются, помимо антивирусов, естественно. Вот если вы подозреваете, что rootkit драйвер, ну, драйвер вью, хотя можно сказать зачем, MS-info32 и так драйверы показывает. Ну, нет, это вот в другом окошке показывает, и Нирсофт, и Майкрософтовское тоже показывает. Тоже можно с драйверами управляться так. Посмотреть, что у нас подозрительного. И определить, что да, нас протроянили, давайте спасаться. Вообще-то, Майкрософт, да и все вот другие, знаете, что если вы словили трояна, или вирус, или все что угодно, то тут, конечно, все хорошо, но лучше всего поднимайтесь из бэкапа, восстанавливайтесь вообще с форматированием диска. Потому что, допустим, вы поймали трояна, сказали, вот это он. Допустим, вы убили этот процесс. Вы же не знаете, что он еще делал, когда заражал ваш компьютер. Может, он вам дополнительно еще и проксик какой-нибудь поставил. Может быть, еще там что-то пропатчил, еще что-то сделал. Вы какие-то следы удалили, а какую-то дырочку оставили. Поэтому уж, ладно, заразились, так заразились. Ключи реестра, это вот авторанс, вам скажет, что откуда запускается. Ну, стартер-сервер есть, аналог авторанса от SIS Internals. Ну, и много программ, которые показывают, что у вас стартует. Трипайр, Сигвериф, эта система контролирует целостность файлов. Да, конечно, хорошо. Вы можете сказать, ах так, тогда самые файлы, которые серьезные, я сейчас прохеширую и контрольную сумму за паролю. И каждый день буду проверять. Да, но Трипайр, помимо того, что дорого, он же, представляете, как работает. На курсе по какой-то стратегической защите. Мы даже его конфигурировали, смотрели там в каком-то слесе. И сказали, вот тебе политика, вот тебе файлы, давай обсчитывай. Да, он обсчитает, да, он все. Но потом вы должны его постоянно запускать и постоянно проверять, а не изменилось ли у меня что. Второе. Вот там либо клиент висит на самой машине и по лошаду его выполняет программу синхронизируется, либо СССР достойчивается до клиента. Причем при малейшем изменении того же файл или боната, сейчас это не возможно. Да, да. А еще к тому, что мы увидели в Трипайре и аналогичных системах, а если обновление, сервис, пак, еще что-то. Получается, что вы сказали, вот системные файлы, они не имеют права меняться. Но реестр точно меняется постоянно. Значит, вы реестр точно не прохешируете. Какие-нибудь конфигурационные файлы, логи, они постоянно меняются? То есть, так постоянно целостность гарантировать тоже нельзя. Ну, естественно, он не может смотреть такие файлы, которые меняются постоянно. Вы можете... Да, ну, вот Трипайр, это вот вы работали в Линуксе, в Юниксе. Сигвириф это то, что в Windows совсем просто работает. Сигвириф, вот так вот. Он говорит, значит, раньше здесь можно было вообще выбрать любые файлы, а теперь вы файлы не выбираете, я работаю системными файлами. В общем, я поехал. Я сканирую подписи драйверов. Если найду какой-нибудь драйвер неподписанный, буду говорить, почему он у вас неподписанный, да как... Ну, тоже как бы целостность контролирует. А у Русиновича тоже есть утилитка, которая считает хэша. Сисинтернлс. Сигчек. Сиг. Так вот мы запустим. И он говорит, ну, вот... Давай-ка хэша посмотрим. Вот считаю, MD5, SH1, хэша всех файлов. Ну, вы потом можете сказать, ну, теперь я возьму это все, выведу куда-нибудь в файл. Файл будет у меня за паролем, как Tripwire делает на локальной машине. Я периодически буду раскрывать этот файл, снова проверять, сравнивать хэши. Если совпадают, значит, сижу спокойно. Если что-то отличает, значит, какую-то утилитку, какой-то файл подменили. А если будет обновление, о, тогда заново все перехэшируем. Ну, так же любая система, которая это делает. Ну, и с другой стороны, вот, вот у тебя есть драйвер, вот он у тебя не подписан. Ну, это драйвер VirtualBox, мне он нужен. А что там с ним, неизвестно. А потом, у меня есть какой-нибудь планшетик, ручкой по нему вожу, рисую. Тоже драйвер не подписан. О, нужен, я же хочу рисовать. А это клавиатура. О, хорошая клавиатура с лампочками. Да, тоже драйвер не подписан. Тоже можно. А потом, вот у меня подогревалка кофе. Тоже драйвер есть, тоже не подписан. Трудно совсем бороться с подписанными драйверами. Ну, это тоже обходится. Знаете как? Потому что с какой стати драйвер или любой софт подписан. с такой стати, что поставили цифровую подпись. А это секретная процедура? Не, не секретная. А хакер может свой драйвер подписать? Может. А что ему мешает подписать свой драйвер? Ничего не мешает. Мешает только один единственный момент, что когда я буду проверять цифровую подпись драйвера хакера, мой компьютер не будет верить центру сертификации хакера. Не будет он ему верить. Так мы сейчас добавим центр сертификации хакера вот сюда. Где он тут файл сер лежит? Добавим и все будете доверять подписанному хакером драйверу. Все будет прекрасно хорошо. Microsoft удалим root authority а hacker authority добавим. Все и цифровая подпись будет прекрасна. Мы доверяем этому центру сертификации. А если уж злоумышленник добрался до компьютера так, что-то начало выполняться сказать знаешь что это не надо давай сер тут давай все через опишки это сделай и окошко открывать долго. помести сюда сертификат powershell какую возможность предлагает visual basic api полно это можно добавить сюда и все поэтому говорить что цифровая подпись панацея тоже нельзя да это конечно хорошо это все замечательно криптографически все грамотно но как оно реализовано вот же они кому мы верим если сюда кого-то добавлю корневой центр сертификации то будем верить все хорошо а как же вирусы которые сейчас распространяются с легитимной порцией файлов типа трипфайера вот их много всяких меры противодействия какие не доверяете себе доверяете продуктам есть у вас продукты они поищут вас спасут есть такой софт да такой софт есть того же MC софта всякие докторы Rayan ремоверы пентестинг в чем создали такой не очень вредный троянчик распространили посмотрели как он расходится подключился к вам кто в организации нет подключился хорошо не подключился еще лучше сделаем перерывчик и можете сами попробовать создать какого-нибудь трояна прямого реверсного положите в мейл я обещаю я вам запущу его посмотрите как это работает потом соберемся несколько слов про вируса про червя тоже скажем конечно если какие-то вопросы то всегда пожалуйста обсуждать по чему-то по чему-то так пока вируса по чему-то